По словам депутата-социалиста, согласно социологическим исследованиям, буллинг давно стал серьезной проблемой нашего общества, и решать ее надо на законодательном уровне. Чтобы не быть голословным, он привел данные из исследования, проведенного в 2019 году в школах и вузах Молдовы. Один из четырех учащихся, согласно этому исследованию, не хотел больше жить из-за того, что с ним произошло либо в школе, либо во дворе. Три из десяти, это вообще страшно, имели хотя бы один раз суицидальные мысли. То есть дети думали о самоубийстве. Три из десяти. Односталка подчеркнул, что он, несмотря на то, что эти данные исследования от 2019 года, после года пандемии ситуация только ухудшилась, а действующее законодательство Молдовы абсолютно не подготовлено к решению проблем буллинга. Более того, даже такого понятия в молдавском законодательстве нет, отметил депутат. Единственное проявление насилия в школе, от которого на законодательном уровне могут быть защищены наши дети, это насилие со стороны учителя, в то время как о насилии со стороны других учеников ни слова. Социалисты намерены исправить это. У нас в законодательстве нет понятия буллинга. Мы предлагаем его ввести в законодательные нормы, еще найдем, куда его ввести, расписать, для того, чтобы затем на базе этих законодательных актов готовить стратегии по предупреждению и работе с этим явлением. Национальные программы выделять под это финансирование, готовить специалистов. Другая проблема, обозначенная Владимиром Односталко, это острая нехватка психологов в учебных заведениях страны. Так, по словам депутата, на 580 тысяч учащихся приходится всего 425 психологов в школах, то есть почти на 1400 детей один специалист. Социалисты разработали законопроект, предусматривающий повышение зарплаты психологам, логопедам, прекрасно понимая, что без дополнительной финансовой поддержки сложно будет найти специалистов. Кроме того, фракция ПСРМ разработала закон о статусе психолога. На сегодняшний день фракция партии социалистов в парламенте зарегистрировала проект закона о статусе психолога. Мы над ним работали очень долго. Мы собрали большую рабочую группу. Мы предлагаем, чтобы он в ускоренном порядке был принят. Во-первых, доработан и принят. Депутат отметил, что проблема буллинга сложная и комплексная. Соответственно, решение ее должно быть комплексным. То есть работа должна вестись не только на уровне школы, но и на уровне семьи. Предлагается проводить дополнительную ознакомительную работу с родителями для того, чтобы мамы и папы знали, чем помочь ребенку, подвергшимся буллингу и как научить ребенка не быть агрессивным и уважать других.